МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! И вновь сегодня перед нами раскроют свои тайны клады и спрятанные сокровища. История целого ряда знаменитых кладов связана с оригалиями, символами власти. В октябре 1216 года в заливе Уош у восточных берегов Англии зыбучие пески засосали золотой обоз английского короля Иоанна Безземельного. В числе ушедших в песок сокровищ оказались и королевские регалии корона, держава и меч. В октябре 1959 года место гибели золотого обоза было наконец-то обнаружено. Однако, вопреки ожиданиям, наплыва кладоискателя не последовало. Очевидно, их пыло охладило официальное уведомление о том, что счастливец, нашедший богатство короля Иоанна, должен возвратить их его законной наследнице, королеве Елизавете II. В ноябре 1977 года в греческом городке Вергина археологами была вскрыта гробница македонского царя Филиппа II, отца Александра Великого. Среди других сокровищ в гробнице были обнаружены железный панцирь Филиппа с золотыми деталями, золотая урна с царским прахом и великолепная золотая диадема из дубовых листьев и желудей. А вот совсем недавно итальянские археологи нашли под фундаментом Дворца Нерона в Риме прекрасно сохранившийся императорский скипетр. Скипетр, изготовленный из железа и латуни, завершался шаром из непрозрачного стекла и был укреплен на деревянной рукоятке. По всей видимости, он принадлежал императору Максенцию, правившему в начале IV века. В 1653 году приземленных работах по строительству приюта близ церкви Сен-Брис в городе Турне, нынче это Бельгия, была найдена гробница Хильдрика I. Этот первый франкский король правил во второй половине V века, а среди вещей, обнаруженных в его захоронении, оказался золотой перстень, на котором были вырезаны имя и титул короля, а также около 300 маленьких золотых кулонов в виде пчел, которые служили украшением парчевого плаща. Впоследствии эти золотые пчелы из могилы Хильдрика украсили герб императора Наполеона I. В декабре 1237 года монголо-татарские орды Батухана взяли приступом, разграбили и сожгли Рязань. На протяжении многих столетий окрестные крестьяне, распахивая старорязанское городище, находили здесь различные древности. И вот в 1822 году некий крестьянин наткнулся на золотые предметы исключительной ценности. Это были знаменитые рязанские бармы, по-видимому, часть княжеского наряда. В состав клада входят три небольших золотых медальона с изображением Богоматери, Святой Ирины и Святой Варвары, несколько женских украшений колтов и две цепи из золотых ажурных бусин со сканью, зернью, жемчугом и самоцветами. Ныне этот клад хранится в оружейной палате Московского Кремля. А вот еще одна крестьянская находка княжеского происхождения. Ее совершила осенью 1808 года близ города Юрьево-Польского крестьянка Ларионова. Она нашла древний шлем и ржавую кольчугу. Находку отправили в Петербург, где она попала к историку Алексею Николаевичу Оленину. Тот установил, что шлем с кольчугой были брошены князем Ярославом Всеволодовичем, отцом Александра Невского во время бегства с поля Липецкой битвы в 1216 году. В настоящее время этот шлем, украшенный позолоченными серебряными чеканными накладками с изображением вседержителей святых, также хранится в оружейной палате Московского Кремля. Порой с историками и антикварами случаются забавные курьезы. В Государственном историческом музее в Москве хранится украшенный серебром стальной церемониальный топорик с вензелем А. Считается, что топориком владел князь Андрей Юрьевич Боголюбский, могущественный властитель Северо-Восточной Руси. А вот о том, каким образом попал этот топорик в музей, некий антиквар рассказывал в 1914 году следующее. Купил Потап Степанович Кузнецов в Биряльске под Казанью топорик. Ребятишки его в земле сыскали и орешки им тюкали. Привез его на Нижегородскую ярмарку, а туда антиквар Иванов из Москвы наехал. Свидел топорик, продай да продай. Потап ему за 75 рублей и удружил. Привез Иванов в Москву и пошел о топорике слух, что редкость великая. Из исторического музея князь Щербатов пришел в магазин и говорит, продайте это Андрея Боголюбского бердыша. А Иванов туда-сюда продал, говорит иностранца. Щербатов шасть к великому князю Сергею Александровичу с прошением, оставить топорик в России. Вызвали Иванова. Хочешь, говорят, в Москве проживать, так отдай. Подумал, подумал Иванов и отдал. А ему исторически 500 рублей уплатил. Пришел Потап Степанович после к Щербатову, а он ему топорик этот, что мальчишки орехи тюкали, на стеклышки казать вынес. Вот какие дела наши темные. Кабы знал Потап-то, сам небось за трешку купил. Подлинность этого случая впоследствии подтвердилась. Всякое случалось с кладами и ценными находками. Но не менее интригующими словут так и ненайденные клады. Вот уже несколько столетий ведутся поиски легендарной либереи, царской библиотеки, якобы спрятанной по приказу Ивана Грозного. Считается, что основу либереи составили книжные богатства византийских императоров. А попали они в Москву в качестве приданного византийской царевны Софии Палеолог, выданной замуж за великого князя Ивана Третьего. На сегодняшний день выдвинуто более 60 гипотез о местонахождении либереи. Помимо либереи, воображение кладоискателей до сих пор будоражит легендарная янтарная комната, шедевр искусства XVIII века, бесследно исчезнувшей во время Великой Отечественной войны. Этот янтарный кабинет был сделан мастером Готфридом Тюссо для русского короля Фридриха I. Его наследник Фридрих Вильгельм I в 1717 году преподнес кабинет в дар своему союзнику Петру I. При императрице Елизавете Петровне в середине XVIII века кабинет превратился в знаменитую янтарную комнату Екатерининского дворца в царском селе. А в 1941 году во время гитлеровской оккупации царского села нацисты тщательно упаковали в ящики янтарные панели и вывезли их в Кёнигсберг. С 1945 года следы янтарной комнаты потерялись, а ее поиски продолжаются по сей день. Но в 2003 году, к 300-летию Санкт-Петербурга, янтарная комната была заново восстановлена в полном объеме из калининградского янтаря. Золото инков, скифов и викингов, клады тамплиеров и сокровища непобедимой армады, несметные богатства пиратов, зарытые на экзотических островах или покоящиеся на дне морском в полуислевших сундуках регалии и реликвии, произведения искусства и слитки благородных металлов. Ради этого во все времена рисковали жизнью и состоянием, лгали и предавали, крали и убивали, забыв о словах Христа. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Отрадно лишь то, что нередко поиски сокровищ ведут к удивительным открытиям, благодаря которым далекая история предстает перед нами воочию. Это была программа «Обыкновенная история». Обыкновенность повседневна. До скорой встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова